Всем привет, ребята! Отдельный привет старику, братишка не старей. Сегодня мы поговорим о том, как делать правильный старт в игре Rise of Kingdoms. О чем бы я хотел поговорить? Во-первых, есть два варианта, как можно начинать правильно игру именно, да, с прыжка. Итак, что такое прыжок? Прыжок это у нас подготовка, то есть как КМБ в армии, да, двухнедельный, образно говоря, только тут поменьше. Тут порядка 7-8 дней, в зависимости от того, на сколько вы хотите долго засидеться, да, с осликом, который вам дают. Вот, отдают его на 10 дней. Вот, и лучше, конечно, его использовать на 8-й день, то есть вы примерно пофармили 8 дней, да, в королевстве. Да, в принципе, все сейчас объясню. И когда у вас остается 2 дня до исчезновения ослика, вам желательно лучше прыгать на новое королевство. Теперь давайте все по порядку. Есть два варианта, как я и говорил. Первый вариант, это получается прыгать в новое королевство, то есть вы создаете аккаунт в новом королевстве, который появился вот только-только. Вот, допустим, королевство 2-9-7-1, возраст сервера 10 часов. Ну, в принципе, нормально, можно прыгать, да. То есть вы туда прыгаете, не поднимаете ратушу выше 7-го уровня при прокачке аккаунта, получается. Все здания на 7-й уровень поднимаете. Проблема там, конечно, есть в том плане, что там туман. То есть, вот, образно говоря, где я сейчас, тумана нету, да. То есть я могу собирать спокойно пещерки, деревни и все в этом роде. И там так спокойно этого не получится сделать. Но там есть свои, в принципе, бонусы. То есть там можно в течение периода прыжка на подготовке вы можете залутать святилище. Но, опять же, это не факт, что вам их кто-то даст. Вам придется вступать в альянсы, где их будут захватывать, да. Либо там с группы вы прыгаете, вы будете силы отбирать и все в этом роде. Я бы, в принципе, не советовал туда прыгать. Я думаю, что второй прыжок, вот такой, который совершаем мы с нашей командой, да, и с нашего королевства, он намного лучше. Первый – это, во-первых, нету тумана. То есть вы спокойно собираете пещерки, там, образно говоря, деревни. Пещеры лучше собирать среднего уровня и высокого. Почему? Потому что при перелете на новую королевство, куда вы полетите, вы полетите на другую карту. Ну, если у вас нормальная команда, у вас нормальное лидерство, то у вас карта будет другая. Там же опять появятся пещеры. Вот. Проблема в том, почему собирать средние и высокие нужно, что если вы будете собирать все подряд, там есть определенный лимит по этим пещерам. То есть если вы собираете там 400-300, какое-то определенное количество пещер, то у вас потом начинают падать дерьмовые награды, образно говоря. А если вы собираете в данный момент средние и высокие, у вас лимит, само собой, будет где-то 150-200, образно говоря. Перелетайте на другое королевство, у вас будет лимит, само собой, не зафиксирован в 400 и не будут у вас падать плохие награды. То есть у вас будут падать хорошие награды до тех пор. А потом, когда уже все соберете, можете, в принципе, низки собирать. Что нежелательно делать в прыжке, да? Нежелательно в прыжке агриться на других, как минимум, обитателей этого королевства. Не стоит этого делать, да, чтобы вас не занулили, всю команду не понулили. Еще такой момент. Второй вариант, да, то есть мы обсуждаем второй вариант. На какое королевство вам прыгать? Вам нужно прыгать на королевство, которое еще не вошло в КВК-1, то есть вообще не участвует в КВК. Это примерно 55-57 день, образно говоря, да? То есть там должен открыт быть туман. Прежде чем это все действие делать, вы заходите в своего другого аккаунта, который у вас есть, да? Либо узнаете у знакомых. Смотрите, есть ли там туман есть, вы можете, в принципе, зайти и посмотреть, да, на карту. В принципе, не составит труда этого сделать, на самом деле. То есть, оп, нажимаете. У вас показывают всю карту, да? То есть вы ее видите, значит, туда можно прыгать. Туман там развеялся, как бы, да? Если, ну тут еще как бы нету короля, да, то есть вы видите сами. По идее, вам хватит, если вы прыгаете на 55-57 день, дней, чтобы не началось КВК, спокойно заформиться, да, и потом перелететь, само собой, на новое королевство. По поводу того, что и как собирать, да? То есть, во-первых, не нужно собирать слева в заданиях ресурсами задания, да? То есть, получается, паки открыты, я имею в виду, вот, допустим, тут есть ресурсы, их не нужно собирать. Смысла в этом нету, потому что они у вас попадут в склад, вверх, да, и при перелете они у вас все сгорят. Вас попросят их удалить, и вы, в принципе, не получите профит. А если вы их оставите, то при перелете на новое королевство, оно у вас, конечно, все останется. То есть, вы потом можете спокойно все это забирать. Также вы это сможете спокойно забирать в почте. То есть, у вас в почте там что-то висит в плане ресурсов, да? А также можете спокойно это все с собой перенести. То есть, не забирайте на прыжке, именно на новом сервере, где вы только начинаете там. Либо на королевство, где уже прошел какой-то период времени, где еще короля вот нету, я объясняю, да? Почему, кстати, так делается? Причина в том, что если вы прыгаете на старое королевство, то есть, где уже есть король, и уже началось кавыка, у вас не появится ослик. То есть, и вы не сможете, в принципе, перелететь на новое королевство, которое у вас появится. Вот в чем совершается суть этого момента, да? То есть, прыжки с каждым разом у нас режут, с каждым годом или полгода прыжки постоянно меняются, на самом деле. Самый правильный вариант – это прыгайте на 55-57 день королевства, выбирайте, ищите, да? Там создаете аккаунт, находитесь примерно там порядка 8 дней, ждете свое новое королевство, которое у вас появится, да? И, в принципе, уже прыгаете туда. То есть, образно говоря, да? Еще такой момент, если вы хотите набрать много мощности, то есть, там у нас есть события на мощь набора, что-то такое, в плане получения ратуши и плюшек на полтора миллиона, да? По максимуму берете, улучшаете своих командиров. Вот сколько у вас командиров есть, поднимаете их, допустим, все вместе до 10 уровня, потом до 15 уровня и так далее. Сколько у вас опыта, в принципе, есть, да? Опыт, само собой, вы получаете в заданиях, в пещерках, там, в деревнях, и, в принципе, можете еще тут ходить со своей командой на хранителей, там, от варваров опыт получаете. Чем больше опыта, тем, само собой, больше командиров прокачаете и больше, в принципе, мощности-то получите, да? У нас есть такой игрок, King Viper, который набрал на прыжке 516, но он маленько, конечно, поддонатил, но, в принципе, возможно сделать 350 примерно, да, без какого-либо вложения на старте, да? Вот, ну, само собой, все здания улучшаете. В принципе, вроде бы я все сказал, не забыл, если что-то забыл, я в комментариях дополню, как бы, да? А, еще, в принципе, в перекладном пункте постоянно скупайте ускорение, то есть, ну, само собой, из ресурса это выгодно, плюс вам, чтобы быстрее прокачаться до Т3 в самом начале, то есть, практически, вы открываете с этим прыжком Т3 войска, то есть, на третий день, примерно, на второй, возможно, у вас уже будет Т3 войска, а с наградами на новом королевстве, само собой, у вас еще быстрее пойдет достижение. Желательно, конечно, вам лучше найти команду. Теперь я точно все сказал, ребят, всем спасибо за просмотр, пока-пока, до встречи.